Всем доброго времени суток! Мы давно не виделись. И вот сегодня я наконец-таки в эфире. Данное гадание для Ольги. Ольга, я приехала, наконец-таки вернулась домой из командировки. И сейчас уже в большем объеме смогу заниматься видеораскладом, потому что последнее время были в основном личные встречи. Итак, Ольга, для вас я выбрала сегодня колоду черных котов, потому что мы хотим узнать кое-что скрытое, кое-что такое хитренькое и темненькое. То есть то, что происходит в личной жизни вашего любимого мужчины. У него сейчас есть другая женщина. И вот о том, какие отношения связывают его с соперницей, будет сегодняшний расклад. Конечно, будет много достаточно вопросов. Первый вопрос это, как относится мужчина к вашей сопернице, что он думает, чувствует и какие имеет планы на нее, как он относится к ней, как он себя с ней ведет. Вопрос, что ему в ней не нравится, есть ли такие какие-то факторы. Следующий вопрос, что ему нравится и что ему необходимо в отношениях с этой женщиной. То есть вот что его заставляет быть рядом с ней, что привязывает. И чего он ждет от нее, чтобы она как себя вела, что делала для него и прочее. Ну что она для него делает, мы уже знаем, мы переписывали с вами на эту тему. Однако, может быть, есть какие-то скрытые факторы. Вот их сегодня постараемся выудить наружу. Чего он не получает и не получит в ближайшие полгода от отношений с этой дамой. И что он получает и что может получить в ближайшие полгода. Также, насколько эти отношения стабильны. И могут ли они продолжаться в ближайшие полгода. То есть вот в этот срок возможен ли какой-то разрыв у них. Или все будет как есть на сегодняшний день. Конечно же, для вас совет карт, что делать вам в этой ситуации. Ну и позже, после того, как этот расклад мы закроем, мы посмотрим, что она, соперница, чувствует к мужчине, к вашему. То есть, чего она хочет от него, какие у нее цели. И мы смотрим. Ну, он о ней думает в таком режиме ожидания. То есть, я даже могу сейчас сказать, что мысли вашего мужчины по поводу этой женщины до конца не оформились. То есть, вот то, что они вместе, у него все равно идет какой-то постоянный режим переоценки этой ситуации. И он постоянно ждет, может быть, какого-то знака судьбы. Может быть, какого-то стопора, который не даст этим отношениям развиваться. Или, может быть, наоборот, он ждет какого-то знака, который откроет ему все дороги для того, чтобы отношения с этой женщиной развивать далее. Да, он сейчас как будто бы, знаете, отдыхает душой и телом с ней. И находится действительно в режиме ожидания. Я бы, наверное, называла такой подход на безрыбье и рак. Рыба. Это не есть та женщина, именно которая нужна ему в жизни. Но мы только одну карту открыли. Конечно, это мои впечатления по первой позиции. Я не знаю, изменится ли впечатление в конце расклада. Что касается чувств, можно сказать, что он пытается как-то во тьме зажечь огонек. И он хочет, чтобы, может быть, эти чувства к вашей сопернице у него проснулись. Но на данный момент у него нет чувств таких вот ярких, как у мужчины к женщине. И ему это достаточно тяжело дается. Но, тем не менее, он постоянно, вот именно в данной колоде черных котов, эта карта у меня проигрывается, как несмотря на всю тяжесть ситуации, попытка зажечь свет во тьме. То есть, если в классической колоде Уэйта это просто тяжесть, это тяжелая ситуация, тяжелая работа за маленькие деньги и прочие значения, но они не важны сейчас нам, то именно в этой колоде, это несмотря на тьму вокруг, попытка зажечь свет. То есть, он пытается для себя прояснить свою дальнейшую жизнь. Какие у него планы по поводу этой дамы? А планы у него, знаете, никакие. То есть, ну вот как будет оно, так и будет. Пока хорошо, пускай будет хорошо. И он полностью полагается на судьбу в этом смысле. И он старается, чтобы, наверное, именно судьба, как и в его мыслях, дала все-таки какую-то подсказку ему самому, как ему действовать дальше. Потому что он, честно говоря, в некоторой растерянности, он такой действительно находится в режиме ожидания постоянном. Куда кривая выведет. И как он себя с ней ведет. Ну, я вам могу сказать, что он с ней нечестен, конечно. Что он от нее скрывает многое. То есть, то, что он вам говорит, что он ей рассказал, все как есть. Но он рассказал ей малую часть. То есть, она увидела сейчас верхушку айсберга абсолютно. Но при этом она не увидела всей сути ситуации. Она не видит его внутренней борьбы. Для нее она закрыта. То есть, для нее, в принципе, ситуация наверняка ясная. То есть, она видит, что он с ней. И им, в принципе, хорошо. Как она думает. И она вот некоторых вещей скрытых, которые видите вы, и которые мы видим сейчас в этом раскладе, она не замечает. Поэтому, в принципе, я считаю, что вот на сегодняшний день вот эти отношения, которые у нас здесь описаны, они не могут быть очень крепкими и не могут быть какими-то очень перспективными. Что касается того, что ему не нравится. Ему не нравится, что данная дама пытается... У нас, видите, какая красивая карта выпадает. Вообще, я обожаю в этой колоде императора. Так вот, Ольга, ему не нравится, что данная пассия его пытается занять все пространство вокруг себя. То есть, такое ощущение, что она пытается действительно в этом доме стать полноценной хозяйкой. Она пытается стать неоспоримым, может быть, даже лидером с ним, несмотря на всю ее, может быть, кажущуюся такую мягкость. В общем, это женщина-хозяйка, которая... Хозяйка не в смысле приготовления пищи, а хозяйка, которая занимает большое пространство вокруг себя и которая старается загробастать себе всю территорию, которая есть. То есть, подчинить ее своей власти. Что ему нравится, для чего она нужна ему? Ну, вот тут, смотрите, для того, для всего, что делается руками. Посмотрите, карта выпадает волшебно. Она практически на 100% подтверждает то, что вы говорите. Посмотрите, котик готовит торт. То есть, это приготовление пищи, это домашняя работа. И это работа для того, чтобы заработать. Она делает своими руками то, что ему нужно. То, что приносит доход и то, что приносит ему комфорт. А как мы знаем, даже вот по этой карте женщина работает руками. Что он ждет от нее? Ну, и при этом можно сказать, что от нее он ждет страстности, чувственности. Он ждет от нее проявления эмоций. Он ждет от нее любви. То есть, все то, что может дать истинная такая, знаете, женщина-женщина. И может быть, даже у них такое несовпадение. Видите, идет. Она, с одной стороны, властная очень. С другой стороны, она ему нужна для того, чтобы готовить, стирать, убирать, зарабатывать деньги какие-то. И с той же, и с другой стороны, тут же, с другого какого-то ракурса, он хочет видеть в ней прекрасную любовницу, очень нежную женщину. Ну, вот такую истинную леди и очень чувственную женщину. Но, судя по всему, это не очень получается. Поэтому я могу сказать, что у него, в принципе, к ней такое потребительское отношение, когда, ну, он все для него, чтобы было. И он действительно, вот этот период жизни, пока у него некоторая неясность, переживает с ней, как будто бы. Ну, а в то же время постоянно ждет каких-то событий, которые дадут ему знак. Следующий вопрос, это то, что соперница не получит с ним. И тут можно сказать, что соперница не получит от него особой материальной помощи. И она, несмотря на то, что он хочет, чтобы она училась, учиться так, как он хочет, и тому, что он хочет, не будет. То есть она не совсем состоятельна в вопросе обучения на те темы, которые бы он хотел видеть, на те темы, которые он затрагивал. Что касается того, что он может получить и что он получит от этих отношений, это, вы знаете, такие изрядные эмоциональные встряски. Я могу сказать, что по рыцарю мечей, именно эта карта у нас выпала, женщина, несмотря на все свое лояльное отношение к вашему мужчине, очень взрывная. И он часто получает по шапке, скажем так. То есть скандальчики он получает в ее надежде на то, чтобы наладить отношения. То есть она считает, что вот этими скандалами она как будто бы пытается наладить их отношения и добиться чего-то хорошего, какого-то прогресса и какой-то надежды в этих отношениях. Я, вы знаете, уверена, хотя мы не делаем сейчас именно на ее чувства расклад, мы доложим карты в конце гадания на эту тему. Но она хочет, чтобы отношения стали лучше, она хочет их налаживать, она хочет стать таким, знаете, очень важным человеком в жизни вашего мужчины. Она очень хочет быть ему незаменимой, важной, нужной, любимой. Но при этом она пытается добиваться этого резко и порою даже в скандальной форме. Ну и, естественно, работой по дому, то есть чем она и занимается. Она делает для него все, как она считает, но вместе с тем не применет его уколоть по этому поводу. Действительно, он получает скандалы, скандалы, но не до разрыва, а до какого-то нового этапа отношений или какого-то нового переосмысливания некоторых моментов их отношений. Смотрим, насколько стабильны их отношения, и мы видим, что эти отношения нестабильны. У нас выпадает, сейчас вы посмотрите на нее, я перемешаю карту, уберу руки, вы посмотрите на эту карту. У нас выпадает карта башни, которая говорит о том, что эти отношения нестабильны. Более того, они находятся постоянно под угрозой разрыва, потому что он желает вернуться в прошлое постоянно. И желает, чтобы вы в этом, потому что если у него нет других женщин, кроме вашей соперницы и вас, он хочет, чтобы вы протянули ему руку помощи по шестерке пентаклей. И здесь это не только деньги, то есть это надежда, это знак, это вот то, о чем мы говорили, постоянный режим ожидания. Но я вам могу сказать, что мужчина достаточно требовательный к женщине, к любой женщине, я даже не о сопернице говорю сейчас. Мужчина, который жаждет, чтобы ему помогали, о нем заботились и, ну буквально его, грубо выразимся, в попу целовали постоянно. При этом гладили только по шерсти и никак иначе. То есть человек, в общем-то, настроен достаточно эгоистично и в отношениях и с вами, и с дамой той, он, конечно, ищет и моральной, и материальной какой-то постоянно помощи и поддержки. Но эти отношения, как мы видим, они нестабильны, они находятся в постоянном колебании, то есть постоянно человек взвешивает все за и против. И смогут ли эти отношения продлиться в ближайшие полгода? Это ответ да, полгода они продлиться еще могут. И при этом, наиболее вероятно, они действительно будут продолжаться в виде, в форме любовного треугольника. Да, он будет постоянно то обещать помощь, то просить помощи у кого-то. И я вам более того скажу. На самом деле, несмотря на его эгоизм, он очень плохо умеет отстаивать собственные интересы. При этом он действительно постоянно ждет знака, ждет помощи и способен при этом лгать и вам, и ей. Совет карт, что вам делать в данной ситуации? Совет замечательен. Займитесь с ним сексом просто. И у него, понимаете как, может это быть воспринято как знак. Да, и он это воспримет знак, что вы готовы быть вместе, что вы будете рядом. То есть, вот именно ему не хватает какой-то теплоты от вас в сексуальном плане. И ему очень хочется вот этого взрыва эмоций. При этом, понимаете как, карта практически бесспорна. То есть, карты в принципе вам советуют пытаться наладить с ним очень доверительные отношения. И тогда вот этот момент может принести действительно ему разрыв с соперницей. Это может быть. Но, понимаете, в ближайшие полгода получается так, что пока вы не сделаете каких-то решительных шагов. То есть, пока вы просто будете выражать свое недовольство и не подкреплять его никакими шагами. Вот на протяжении всего этого времени человек будет все время ждать. Он не расстанется с этой женщиной, не расстанется с ней до тех пор, пока не получит какого-то четкого знака свыше, как он считает. Ну, а вам в принципе рекомендуют продолжать с ним отношения любовного характера. И ни в коем случае не прерывать поток доверия, который все-таки есть между вами. Хотя он во многом лжет. Он лжет и вам, и ей. Давайте в этом же раскладе я посмотрю, что она, соперница, хочет таким бонусом для вас. Что она думает о нем, какие у нее чувства, то есть, любовь ли это, или может быть, женщина настроена в чистом виде меркантильно, поэтому и ведет себя соответственно. Давайте посмотрим, во-первых, что она думает о загаданном мужчине. Что она к нему чувствует, какие у нее планы на эти отношения с вашим мужчиной. Чего она хочет добиться в конечном итоге от него. И что вам делать относительно ее. Давайте смотреть сейчас. Она думает искренне, что у них семья. То есть, вот это проживание с использованием ее по своему, скажем там, так, разумению вашего мужчины, она это воспринимает как то, что у них семья. Она не видит, что ее используют. Что касается чувств, она как будто бы пришла к вашему мужчине в тихую гавань. Но иногда у нее есть все-таки какие-то порывы для того, чтобы уйти на некоторое время. Но на постоянный разрыв, допустим, она не рассчитывает, она не готова. Она наоборот хочет окружить его теплом, заботой, вниманием для того, чтобы в конечном итоге победить для создания семьи. Какие у нее планы? Но вот тут мы можем сказать, что вот эти вот периодические порывы уйти и башня, которая выпала по поводу стабильности, а также рыцарь мечей, могут говорить нам о том, что у них может быть даже временное расставание прямо на сегодняшний момент времени и в ближайшем будущем. Но или это такой, знаете, не то чтобы разрыв отношений, но настолько большой холод в отношениях, что он их оттолкнет друг от друга на некоторое время. Чего она хочет добиться в итоге? Она мечтает, она хочет исполнения своей мечты. Мы сейчас посмотрим, как эта мечта связана с вашим мужчиной. Она хочет победить, она хочет достичь своих целей, занять как можно большую территорию. Это выводы из предыдущего расклада я сейчас делаю. При этом она, естественно, может его пугать своим уходом, но уходить не хочет на самом деле. То есть она все-таки надеется, что их отношения станут такими, как она желает, что у них будет действительно семья. А вам карты в данном случае советуют учиться на данных вот ошибках этой женщины, на ваших ошибках, на ошибках мужчины. Вам советуют быть более уравновешенной, при этом не меркантильной. То есть все ваши переживания, которые действительно у вас есть и действительно у вас страдания по этому поводу. О том, что вы тоже, видите, в некотором роде выжидаете. То есть вы хотите, чтобы ситуация сама дошла до какого-то этапа, после которого вам решение будет принимать легче. Но на самом деле карты говорят, делайте выводы, учитесь на ваших ошибках. И давайте мужчине надежду, потому что если вы надежду эту не дадите, он так и будет постоянно пребывать в состоянии сомнамбулы, в состоянии какого-то, знаете, ожидания бесконечного. А хуже нет ничего, чем ждать и догонять. И еще здесь вопрос такой. Вы можете давать ему хорошие советы? Можете именно в этом смысле как-то помогать ему, но при этом карты не советуют помогать этому мужчине деньгами. И вот тогда вы сможете увидеть наиболее искреннее отношение с его стороны. Вы ему не обязаны запомнить это раз и навсегда. То есть вы наоборот можете ждать хотя бы помощи от него, но оказывать эту помощь не надо. На самом деле ситуация не так сложна, как вам может показаться. Но это знаете, из области чужую беду руками разведу, а что со своей делать ума не приложу, как это всегда и бывает. И в данном случае карты советуют вам все-таки не дружить с ней, как вам предлагали такую глупую ситуацию. Но по крайней мере продолжать отношения с данным мужчиной, если он вам действительно дорог. Вот такой получился расклад. Я надеюсь, что советы будут услышаны и будет вами принято какое-то решение по этому поводу. Также, Ольга, я советую данный расклад просмотреть не один раз. То есть посмотрите этот расклад два раза, допустим, три, для того, чтобы у вас более четко выстроилась цепочка понимания. Ну а всем остальным зрителям могу сказать, что сейчас на протяжении еще пары дней буквально продолжается акция по колоде царства фэнтези. Но могу сказать, что колода практически рабочая, однако по ней давно не было раскладов, просто по той причине, что я ее с собой в дорогу не взяла, когда уезжала. Поэтому чисто не имела технической возможности делать на ней расклады. Но, однако, сейчас, когда я уже имею доступ к данной колоде, я предлагаю тем, кто хотел бы протестировать колоду и, соответственно, получить какую-то скидку на прорабатываемой колоде для гадания, писать мне в личные сообщения. Всем желаю удачи и до встречи. Всего доброго. До свидания.